Вот пошел эфир, уважаемые зрители, мы говорим из семьи, надеюсь нас посмотрят только в семье и в других городах Казахстана. Здесь сложилась своеобразная такая ситуация, вот все эти люди перед нами, это сотрудники ТОСИМИ и БАС. Сейчас, ну можно, пойдемте, сейчас их планируют, сейчас там планируется массовое увольнение. По словам сотрудников, хотят уволить порядка 200 человек, 200 человек. Вот, несмотря на то, что это все обставляется, что это якобы увольнение, на самом деле это давно запланированное сокращение, так как изначально, еще в начале всей этой эпопеи с семьей и БАСом планировалось, что автобусы, маршрутки, кроме самых крупных, маленькие, будут ходить без кондукторов вообще. БАС ведет себя, на наш взгляд, не совсем понятно. Вместо того, чтобы признать, что это сокращение, они уговаривают людей написать по собственному желанию или угрожают им какими-то актами. Ну и получается, что вот эти 200 человек все в чем-то виноваты, все плохо работали. И дело не в том, что нужно от сотрудников, которые больше не нужны. Нет. Просто они сами хотят уволиться или их заставляют, уговаривают уволиться. Вот. В чем разница? Дритель какой-то спросит, а в чем разница? Разница очень простая. Если это не добровольное увольнение, ну, когда человеку уговорили, напиши по собственному желанию или мы тебя по статье уволим. А если это сокращение, то, во-первых, должна быть выплата сотруднику со стороны предприятия. Во-вторых, предприятие должно подать государству списки. И все сокращенные, именно сокращенные сотрудники должны иметь право подать, они по этим спискам получают право подать на пособие. То есть в течение полугода они, согласно законам Республики Казахстан, вот мы смотрели вчера, они могут получать 40% от своего оклада. И вот, конечно, для сотрудников, тем более если 200 человек планируют, ну, типа уволить по одному, все плохо работали, а на самом деле просто провести сокращение, так как они больше не нужны. Эти 200 человек, они в основном были бы не прочь, согласно закону Республики Казахстан, получить положенную им выплату и также иметь возможность претендовать на положенное им, согласно трудовому законодательству Казахстана, пособие. Пока они трудовые устроятся? Да, ну, ну, новый период, понимаете, после карантина ситуация очень и очень сложная, с трудоустройством будет непросто. И вот вопрос, вообще признает ли ТОСИМ и БАС, что это не то, что увольнение и что эти люди неплохо работали, а в том, что они их изначально планировали сократить. Сейчас мы подходим к налоговой, подготовили коллективное заявление. Проект все реактивное заявление по поводу, что мы проверили своевременность оплаты пенсионных начислений и что до сих пор многим сотрудникам еще не выплачено. Пенсионное начисление за большой период времени. 42 получили сомнение? Не все, то есть первую часть только. Первую получили? Вторую нет. И получили метро сюда. Ну и первую идёт? Кто-то звонит, я же. Сейчас. Снимается всё равно. Снимается всё равно. Смотрите, некоторые люди из-за того, что своевременно пенсионка не отчисленная была, им выплатил работодатель. Они не смогли получить 42 500 по закону, потому что не было никаких социальных отчислений, пенсионных отчислений. Первый раз получили 42 500? Первый раз база выплатила сама, потому что она своевременно не отчислила ни пенсионку, ни социальную, ни медстрахов, ничего не отчислила. 8 месяцев вообще не получали ничего, как будто безработные были. Из-за этого некоторым сотрудникам база сама выплатила. Мы ещё помельче написали, чтобы совсем с глупой хотели. Теперь, получается, они и на вторую претендовать не могут, потому что первый раз не получали от государства. Вторую или же база выплачивает опять же. Или, не знаю, или как-то надо находить. Вот заявление, да, чтобы проверить. У меня осталось 2 месяца доработать до пенсии. Они не дают мне работать, говорят, что увольняйтесь. Я не собираюсь увольняться. И теперь они говорят мне, принесите справку с ФТЭК, что у меня давление. Чтобы ФТЭК пройти, надо в больнице лежать, надо столько анализов, столько врачей надо пройти. Это всё деньги стоит. Я так и так 2 месяца уже дома сижу. Ну, ещё такой момент. Последние месяцы будут на вашей пенсии отражаться? Конечно, очень даже будет влиять это всё. Выходит, 2 месяца я дома сидела, ещё 2 месяца, 4 месяца у меня будет окошко. Как можно? А какими словами они вас уговаривали уволиться? Они говорили мне, переводитесь на мощика. Но я-то устроивалась кондуктором на мощика. Потом отделкатор говорит, вам надо увольняться, потом я приму на мощика. Я не собираюсь никакой документ подписывать, потому что осталось 2 месяца мне всего. Ну, с учётом того, что сейчас десятки людей уже уволились по собственному желанию, потому что их уговаривали, то явно здесь стремление есть какое-то избавиться от сотрудников в связи с сокращением штата. Вообще это законно. Только это именно сокращение. И тогда нужно каждому оклад и нужно список сокращенных подать в совес, чтобы им выплачивали пособие. Вот по данной ситуации оставляешь там где-то около 100 работников, кондукторов? Вот с таким статусом людей можно же оставить? Безусловно. На 2 месяца? Они не собираются оставлять. Почему? Почему именно у вас? У меня давление. Потому что я вот так же хожу. Не нравится им такое. Что вы ходите свои права защищать? Как вы работали? Я работала с 3 октября. По сей день я отчислилась. Ну и нормально всё было, да, с 3 октября? С 3 октября я хорошо работала, но начисление мне делали. Первые 4 месяца начисления делали они 28 февраля. Второй раз за 2 месяца, 19 мая. Так, всё, в здании, да, получается? Да. Здравствуйте, Аня. Меня зовут Борисеевич Наталья. Я бывший уволенный сотрудник ТО-7 и БАС. Но приказ ещё не получили. Приказ я получила. Получили, да? Да, приказ я наконец-то вчера получила. Сегодня мы в третий раз уже приходим в управление государственных доходов по городу Семей и пишем ещё одно заявление, в котором я сейчас его озвучу, и вы, я думаю, поймёте. Мы, ниже подписавшиеся сотрудники и бывшие сотрудники ТО-7 и БАС, просим налоговую службу по городу Семей произвести проверку на предмет своевременности отчисления пенсионных отчислений и налоговых отчислений со стороны Семей БАС. Доводим до вашего сведения, что согласно сведения stat.cov.kz, ТО-7 и БАС является крупным предприятием, на который не распространяется мораторий на проверки. Также доводим до вашего сведения, что согласно оценке по правам человека, мораторий не может распространяться на случай, когда подано заявление о нарушении закона на предприятии. Мы прикладываем в список сотрудников со сроками работы, просим проверить не только сам факт наличия перечислений, но и их своевременность. Потому что людям, проработавшим полгода, проработавшим 7 месяцев, после того, когда они обращаются именно в управление по госдоходам, делают отчисления одним днем за все отработанные месяца. И после этого мы получаем ответ, что нарушений по факту не выявлено. Как же так не выявлено? Вот здесь стоит большой вопрос. После заявления все скинули. И 42 500. Также 42 500. Сотрудники ТО-7 и БАС первый раз получили не от государства, а первый раз их вынудили выплатить автопарку. То есть Семей БАС выплатил своим сотрудникам сам, но только один раз. Второй раз никто из сотрудников от парка больше и от государства денег не получал. И ответ такой говорят. Скажите спасибо, что мы вам хотя бы один раз выплатили. И тут возникает вопрос. Руслама скажи. Ну вот сами скажите сейчас. Существует такая ситуация, что из-за нарушений, из-за несвоевременных выплат люди не смогли получить положенное им на время карантина пособие от государства. Вот. И автопарк, он вынужден был закрывать свои грехи, что 7, 6, 7, 8 месяцев всех по-разному не было перечислений. И возникает такая ситуация, что нарушение есть, заявление в налоговую писалось два раза, и оба раза налоговое. И пять заявлений. Говори громче. В связи с этим, мы сейчас напоминаем, что до этого отказы все шли, потому что это было якобы микропредприятие. Ну микропредприятие-то может работать 15 человек. В нашем случае мы говорим о том, что на этом предприятии работало около 700 человек. Сейчас на вот этом портале Стат.Гов.Кз твердо указано, что Семейбас это крупное предприятие. И мораторий на проверке на него не распространяется. Нам очень интересно, какой повод на этот раз налоговое придумает, чтобы не проводить проверку. Но возможно проверка будет проведена. Что вам? Пожалуйста, что вам? Я звонила Узкоман, и мне Узкоман сказал, что нам вторая выплата не будет, потому что они перечислили соц. отчисления после начала карантина. Поэтому сказали, даже несколько раз он мне повторил по телефону, требуйте Семейбас. Это бюро по правам человека. Да, Узкоман, я нашла телефон, звонила в Узкоман. Я даже могу показать этот телефон. Еще раз, куда вы звонили? Какую организацию? Бюро по правам человека. Бюро по правам человека, да. И мне сказали, что требуйте, идите и требуйте. Несколько раз он повторил, требуйте Семейбас со своего работодателем. В целом мы этим и занимаемся. Хорошо? Все. Вот. Ну и сейчас нам осталось только последний аккорд. Дело в том, что вот эта проблема по увольнению свыше чем 200 человек, а вот здесь только небольшое количество, 10 человек. Остальные люди тоже спрашивают, что будет дальше. Будет ли речена проблема как-то с нами, будут ли нам какие-то выплаты, если это сокращение. Так вот, предположительно, эти люди все сейчас хотят решить свою проблему. Поэтому мы все обращаемся к Акимату. Да, Акимат покажем. Именно. И просим сейчас решить эту проблему, провести переговоры с Семейбасом и не доводить до того, что люди останутся без денег, ну вообще без пособия решить как-то. И пусть они все получат положенный им оклад. Да, мы понимаем, что это 20-30 миллионов, да, это деньги. Но поступите с людьми по закону, не притворяйтесь, что это увольнение. Все? Давай еще покажем потерпевшим, чтобы все это видели. Я тебе говорю. Все хотят на хуяло, почему? Хорошо. Ну что ж, на следующей неделе мы получили информацию, что некоторые из сотрудников планируют пойти на базу и в Акимат для того, чтобы каким-то образом решить проблему. Вы планируете к ним присоединиться? Пожалуйста. С удовольствием. Ну и тоже опрос проведем, поэтому мы взяли. В ящик дай. Девушка, мы можем, да, справлять заявление в ящик? Весьма своеобразная форма, надеюсь, заявление кто-то прочтет. Мы отпускаем наше заявление вот здесь в подписи. Число какого? Сотрудников поставлено. Так, здесь почему-то не поставили дату. Прошу прощения. Будем надеяться, что ответы... Вы...